Ну что, еще раз всем добрый день. На моих часах 15.00 по Москве, а это значит, что время начинать наш сегодняшний вебинар. Сегодня четверг, да, и по традиции мы начинаем бизнес-курс запуск. И сегодня у нас очень интересная и очень важная тема для достижения успеха. И я, Олесь Селезнева, являюсь актеровым мастером, живу в городе Оренбург. Рада вас всех приветствовать в сегодняшнем нашем обучающем чате. И с удовольствием проведу этот чат вместе с вами. Итак, давайте по традиции еще разочек проверим связь. Поставьте, пожалуйста, десятки, если вам меня хорошо видно, вернее, слышно и видно нашу сегодняшнюю презентацию. Отлично, много десяток. Вы знаете наверняка, кто уже бывал на моих школах, что я очень люблю обратную связь. И считаю, что если вы находитесь на обучении здесь, сегодня, сейчас и активно участвуете в вопросах, в обсуждении, да, значит, очень эффективно вам запомнится сегодняшняя тема. Поэтому буду благодарна, если вы будете отвечать на вопросы в чате. Итак, сегодняшняя тема – это маркетинг-план, но мы не будем его разбирать подробно в деталях, как насчитывается комиссия, да, такие темы в нашем запуске уже были. Сегодня мы поговорим о том, как же правильно использовать вот этот вот рычаг в виде маркетинг-плана, как им правильно управлять, на чем нужно концентрироваться для того, чтобы достичь высоких доходов и, соответственно, результатов в нашем бизнесе. Так, звук пропадает. У всех звук пропадает, друзья. Я настроила интернет, у меня со связью все отлично. Так, давайте посмотрим, сколько десяточек в чате. Зайкается, пропадает. Десять. Так, десять. Ну, вижу, что десяток больше. Давайте так, у кого заикается, попробуйте перезайти, потому что я поставила вебинар на запись, если я сейчас выйду, запись собьется. Продолжаем, да? В целом нормально, иногда скачет. Звук пропадает. Сейчас уже никак. Все, отлично, отлично. В общем, у кого будет заикаться, просто перезаходите, хорошо? Итак, смотрите, насколько актуальна вам сегодняшняя тема, ребят? Напишите, пожалуйста, в чате, насколько вам сегодня актуален вопрос доходов компании Армен. Я вижу, что у нас есть в чате как и спортировые мастера, так и партнеры по квалификации 6, 9, 12 процентов. Также новички и окладно всем тема – это актуально. Конечно, она актуальна всегда, и даже те, кто уже зарабатывает хорошие деньги в компании, да, всегда они стоят на месте и двигаются вперед. Отлично. Смотрите, мы все с вами себя реализуем вообще в индустрии сетевого маркетинга, да? И индустрия – это индустрия, которая сегодня очень популярна, в принципе, да? Есть множество компаний, есть множество предложений на рынке и также множество мнений людей, которые в какой-то степени связаны с MLM маркетингом, да? Так вот, когда мы с вами начинаем путь к какой-то компании, приходим на новую идею, первое, на чем мы, наверное, начинаем концентрироваться – это маркетинг-план. И я очень часто слышу от партнеров, которые начинают сравнивать, да, какие-то компании, говорят, что наш маркетинг лучше, а мы новая компания, и у нас вообще самый лучший маркетинг-план. Встречались с таким, да? Вот на мой взгляд, ребят, на мой взгляд, эффективный маркетинг, вернее, лучший маркетинг-план – тот, который эффективный. Сегодня, когда я ехала в офис, я всегда прокручиваю в голове мысли, примеры, которые хочу провести на обучении, и я наблюдала такую картину, да, вот дорога, движется множество машин. Машины разные, есть новые, есть поддержанные, есть, которые едут быстро, есть, которые медленно, аккуратно, неаккуратно. И у меня перед глазами пересовывается такая картина. Вот, допустим, человек, который едет на автомобиль, я не буду говорить марку, ну, любая марка, но, допустим, автомобиль не снащен какими-то удобными опциями, усовершенствованными функциями, но человек умеет управлять этим автомобилем, он медленно, но уверенно едет, и, так или иначе, он, в принципе, да, отбивается своей цели, то есть он из какого-то пункта доедет в другой пункт. И взять вариант, например, что перед нами классный автомобиль, новый, усовершенствованный, у него классные большие колеса, у него много функций внутри, всяких кнопочек, но человек, который им управляет, он не владеет пониманием, какая кнопка за что отвечает. И, конечно же, на первом повороте такую машину занесет, да, он выбьется из клеи, или, допустим, он будет плохо видеть дорогу из-за, допустим, грязного лобового стекла, потому что элементарно он не залил жидкость в стеклоомывающий вот этот вот сосуд, да, куда нужно наливать жидкость. Либо, если это зима, ему мешает там наледенение, потому что он не знает, что есть функция подогрева дворников и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что этот пример очень вам нагляден. Когда у нас в руках есть хороший инструмент, но мы не понимаем, как правильно, грамотно его использовать, то, в принципе, о каком-то большом результате говорить не стоит. Вы с этим согласны? Поставьте, пожалуйста, пятерки, кто понял мою мысль и согласен. Ага, благодарю, благодарю, пошли пятерки. Поэтому, друзья, для меня эффективный маркетинг-план, самый лучший маркетинг-план, да, и эффективный бизнес – это значит прибыльный бизнес. Меня никогда не впечатляли какие-то названия статусов, там, лидер компании, какой-то мастер и так далее, если этот результат не подкреплен хорошим чеком. Потому что в любом случае все мы приходим в бизнес изначально, да, для зарабатывания денег. И если мы зарабатываем деньги, у нас появляется мотивация. Если ее нет, рано или поздно человек уходит из компании, говоря, что, а там плохой маркетинг-план, согласны? Вот, поэтому, чтобы не было такого, давайте с вами поймем, что для чего вообще нужен маркетинг-план. Он нужен не для того, чтобы подсчитать комиссию, да, заработанных денег, а в принципе маркетинг-план – это стратегия, на основе которой нужно составлять план действий. Я даже рекомендую вам вот эту мысль записать, что маркетинг-план – это стратегия, на основе которой нужно составлять свой план действий. И я считаю, глубоко убеждена, что успех каждого дистрибьютора сегодня зависит от того, насколько четко он понимает систему, то, чем он начинает заниматься сегодня. И пример с машиной, пусть он будет у вас перед глазами. Поэтому давайте мы сегодня, конечно, коснемся основных моментов, основных преимуществ нашего маркетинг-плана, а дальше мы с вами поймем, на чем же нам нужно концентрироваться, на каких вещах. Итак, если говорить, в принципе, о преимуществах, которые у нас есть с вами в компании Armel, то я выделила три таких пункта. Это быстрый доход в начале, который легко дублицировать. Опять же, я вам уже говорила о том, что если человек приходит в компанию, он воодушевляется идеей, которую вы ему преподнесли, но в первые 3-6, ну, максимум в год он начинает зарабатывать, такой человек, ну, если он, конечно, не пришел как потребитель просто на продукт, такой человек вам скажет, до свидания, это не моя компания, у вас вот это не работает, вот это плохо и так далее. Поэтому у нас есть масса преимуществ, вы сейчас поймете, которые дают именно быстро и легко начинать зарабатывать уже в самом начале пути с компанией Armel. Второй момент – это выгода для каждой группы партнеров. То есть, как вы уже поняли, да, из моих слов, люди приходят, не все на бизнес. Так, я вижу опять, что пишут со звуком. Ребят, у меня громкость максимальная. Громкость максимальная. Интернет отличный. Если кому-то не слышно, просто перезайдите. Хорошо? У кого десятки, кто поставил десятки, отлично, двигаемся дальше. Итак, люди приходят в компанию в большинстве, да, где-то процентов 60 – это лояльные потребители вашей сети. Те люди, которые сами пользуются, немножко продают, рекомендуют продукт. А процентов 5-10 – это люди, которые именно лидеры компании, которые осознанно пришли зарабатывать. Соответственно, сбалансированный маркетинг-план – это такой план, который выгоден каждой группе людей. И для потребителей, и для людей, которые продают, и для людей, которые активные партнеры, и также лидеры компании. Так вот, а я с полной уверенностью, с тысячной уверенностью говорю о том, что... Еще прощение. Сегодня маркетинг-план, в котором произошел рефреш, да, недавно, это лучшее предложение на рынке, хотя только начала, да, говорить о том, что не нужно так делать, но здесь все партнеры и все прекрасно понимают о том, что настолько сбалансирован вот этот вот баланс, и наш маркетинг, он выгоден для каждой группы, то есть каждый человек независимо, решил он потреблять продукт, у него есть свои выгоды. Я сегодня говорю так, знаете, не лучший маркетинг-план, а тот план, в котором платится буквально за каждый шаг. И к тому подтверждение это 10 видов дохода. Давайте мы сейчас быстренько вспомним, какие же 10 видов дохода у нас есть в компании, и просмотрим выгоды, да, каждого дохода. Но первое, с чего начинается путь в компании, это, конечно, с регистрации. У нас на сегодняшний день регистрация в компании бесплатная, то есть каждый человек, который получил информацию от дистрибьютора компании, да, либо о продукте, либо о бизнесе, каждый человек может абсолютно бесплатно зарегистрироваться, получить свою собственную ссылку, зайти в свой кабинет. Но вы должны четко понимать, что партнер, человек считается партнером тогда, когда он просто бесплатно зарегистрировался, то есть я не рекомендую вам хлопать в ладоши и говорить, о, у меня появился новый партнер. То есть бесплатная регистрация – это своего рода такая перепись населения, да, и некий фильтр для тех, кто останется, кого заинтересует предложение, а кто скажет, мне это неинтересно. Так вот, этот фильтр желательно настроить в течение двух суток с момента знакомства с компанией человека. Здесь зависит все от того, насколько грамотно мы покажем продукт, дадим попробовать, покажем выгоду человека, да. Несмотря на то, что активация доступна в течение 30 дней, есть такой момент, как активность через 48 часов. После этого времени теряется фокус человека, это значит, что ваша идея не зацепила данного кандидата и следует с ним начать работу заново. Активация у нас очень интересная. Как я уже сказала, она интересна как бизнес-партнеру, так и потребителю. Соответственно, когда человек прошел бесплатную регистрацию, он зашел в свой кабинет, он видит кнопочку «Активировать контракт» и видит, сколько дней ему осталось до активации. У нас есть несколько вариантов активации. Если мы хотим получить статус VIP-клиента на 3 месяца, то человек просто единовременно делает заказ на 20 баллов. Это примерно 2000 рублей по партнерским ценам. И он активен в течение 90 дней. Дальше либо он продляет также свой контракт, приобретя продукцию, либо его просто система аннулирует. А если человек хочет зарегистрироваться, чтобы иметь постоянную скидку, чтобы не пролонгировать данный контракт, здесь мы предлагаем человеку активироваться либо на стартовый набор, получить наш презентер в виде 90 ароматов и побаловать себя вкусным ароматным кофе, либо если человек говорит, ты знаешь, мне бизнес не интересен, я в принципе реализую себя в каком-то другом месте, в другом проекте, мне эта папочка не нужна, но мне очень нравится уход за лицом, мне нравится кофе, и я готов взять продукцию. Тогда мы ему предлагаем активироваться на 50 баллов. Это примерно 5000 рублей по партнерским ценам. И он становится уже полноправным партнером. С этим понятно, с этим вопросов нету. Да, большой плюс, что у нас нет обязательных покупок, у нас нет какой-то минимальной партии, да, потому что я часто слышу от кандидатов, с которыми общаюсь, и предлагаю стать партнером, просто клиентом компании, мне говорят, да, но я только не буду выпивать кофе, чтобы сделать большие закупы. То есть люди предполагают большие объемы. Соответственно, наша задача с вами пояснить, что здесь в принципе нет никаких обязательных цифр, и это тоже выгода именно для категории клиентов. С этим все понятно, двигаемся дальше. Дальше как раз-таки 10 видов дохода. Я хотела подробно остановиться на пяти. И первый вид дохода – это фастбонус. Фастбонус, то есть у нас в компании есть две цены. Так вот, разница между ценой каталога и ценой партнера – это и есть фастбонус. Он привлечет внимание тех людей, которые хотят деньги сегодня и сейчас. То есть этот бонус мотивирует продавцов, тех людей, которые любят продавать. Но вы должны в принципе понимать, что таких людей немного – это в принципе где-то 5% всего людей, которые любят продавать. Но опять же нас мотивируют деньги. И если мы показываем, что мы в продаже 10 флаконов получаем прибыль 5 тысяч рублей, это уже является мотивацией продавать. И я бы позиционировала фастбонус вместе с сейл-бонусом. Сейл-бонус – это бонус, который делает возврат. Доход от личного товара оборот размером 100 баллов и выше. То есть своего рода это кэшбэк, возврат за личный товар оборот, либо если человек взял, допустим, продал аромапак, получил деньги и видит, что в его личном кабинете появились какие-то баллы, и есть смысл доделать товар наоборот до 100 баллов, чтобы получить кэш минимум 600 рублей. Таким образом, за созданный товар оборот в 100 баллов мы минимум получаем 5 тысяч 600 рублей. С этим, ребят, понятно? Да, можно вернуться на фастбонус. Фастбонус – это прибыль от прямых продаж. То есть купили по автовой цене, продали по розничной, получили быстрые деньги здесь и сейчас. Но если сделать товар оборот личный от 100 баллов и выше, мы уже получаем кэшбэк в размере 10% от баллового товара оборота. А если мы делаем личный товар оборот выше 200 баллов, здесь уже кэшбэк в 15%. И вот на примере видно, если дистрибьютор делает личный товар оборот в 300 баллов, а мы получаем 2100 рублей только возврат. А это, ну, 4 проданных флакона. Это же круто, согласны? То есть я люблю говорить об этих бонусах совместно. То есть... Сейчас, секунду. Фастбонус плюс сейлбонус и ваш доход минимум 5600 рублей. Двигаемся дальше. Следующий момент. Все мы с вами понимаем, чтобы формировалась структура, наша потребительская сеть нужно переключиться в рекрутинг. То есть здесь мы начинаем стимулировать тех людей, которые включаются в процесс и относят себя уже к активным партнерам. Рекрутинговый бонус – это бонус за привлечение нового партнера. Каждый, кто пригласил человека в компанию, неважно, на стартовый набор, на 50 баллов вы получаете 500 рублей за нового партнера, который заключил договор с компанией, который приобрел стартовый набор. Соответственно, это деньги, которые мы получаем единовременно. То есть это единовременная мотивация. Но эти деньги мы получаем сразу на баланс. И, соответственно, мы их можем использовать уже при оформлении следующего заказа, писав 50% на продукцию, либо получив деньги наличным образом. Это тоже отличная мотивация для того, чтобы человек включился в процесс и начал приглашать людей уже в свою сеть, в вашу команду. С этим, ребят, понятно? Если понятно, ставим плюсики и двигаемся дальше. Отлично. Плюсики, вижу, минусов нету. Ага, двигаемся дальше. Следующий бонус как раз-таки мотивирует на работу с людьми, а именно на качественный запуск. Помните, я говорила, ваш доход будет зависеть от того, насколько качественно мы прорабатываем кандидатов и, соответственно, уже партнеров. Так вот, каждый... Вы видите, да, что каждый шаг, который мы делаем в компании, он нам оплачивается. Мы с вами взяли продукт и пользуемся им сами. Пользуемся сами. Нам возвращается кэшбэк. Мы пользуемся продуктом и продаем. Мы получаем фаст-бонус. Мы начинаем рекомендовать наш магазин и рекрутируем людей в нашу сеть. Мы получаем рекрут-бонус. Мы начинаем качественно прорабатывать людей, а именно рассказывать о продукте, влюблять в продукт. Люди начинают делать минимальную активность в 35 баллов. И вам начинает начисляться профит-бонус. Так вот, если рекрутинговый бонус, он начисляется единоразово, то профит-бонус, он платится ежемесячно, на постоянной основе, каждый месяц. Кап-кап-кап-кап-кап, да, в наш кошелечек. И чем больше наш личный товарооборот и групповой товарооборот команды, тем больше профит-бонус. Если вам эта эмоция нравится, ставьте восклицательные знаки в чат, ставьте плюсики, хлопайте в ладоши, и мы двигаемся дальше. Да, Людмила, отлично. Много восклицательных знаков, много плюсов. Вижу, что вы эмоционально со мной на одной волне. Это очень радует. Соответственно, двигаемся дальше, да, двигаемся дальше. На следующем слайде произведен примерный расчет профит-бонуса, чтобы вы понимали, допустим, в вашей первой линии 20 партнеров, 20 людей, которым вы показали продукт, брызнули, например, духи, дали попробовать кофе, рассказали про замечательную линейку Берри Микс, и так далее, неважно что. И вот, допустим, 10 партнеров делали по 50 баллов и выше, соответственно, вы с них получите по 500 рублей. Это составляет 5000 рублей. Допустим, 3 партнера сделали по 40 баллов, соответственно, вы получите за каждого по 400 рублей. Это 1200 рублей. А 5 партнеров, допустим, сделали по 35 баллов, соответственно, с каждого вы получите по 300 рублей, что составит 1500 рублей. И, допустим, 2 партнера сделали нулевую активность, но под ними есть партнеры, которые выполнили 50 баллов, и с них вы тоже получите 500 рублей. То есть срабатывает такой принцип компрессии, да? И таким образом профит-бонус составил 2500 рублей. Ой, секунду. Так, профит-бонус. Профит-бонус составил от первой линии 7700 рублей и от глубины 1400 рублей. С этими цифрами понятно? Здесь есть понимание, насколько вообще бездонная вот эта вот чаша? И если сегодня правильно сконцентрироваться на нужных вещах, мы чуть позже об этом проговорим, то ваш доход может расти просто в геометрической прогрессии. Так, жду ответов в чате. Так, плюсики. Здорово. Я поняла, знаете, этот момент на втором месяце сотрудничества с компанией Armel, когда первый месяц, это был октябрь 2016 года, мой чек за товарооборот со структуры, тогда, кстати, не было столько бонусов, тогда были основные три бонуса, но тем не менее мой чек был 6000 рублей, а на второй месяц чек со структурой составил 69 тысяч рублей. То есть он вырос во сколько раз? Напишите, во сколько раз вырос мой чек? И здесь я поняла, что ни на одной работе по найму, и даже если взять традиционный бизнес, мой чек за месяц не вырастет в 10 раз. Конечно. Двигаемся дальше. Запись я поставила. Если все технически растется, то запись будет. Следующий бонус – это степ-ап-бонус. Как раз-таки тот наш самый маркетинг-план, наши ступеньки, по которым мы двигаемся, и вместе с тем, как мы поднимаемся на эти ступеньки, растет наш чек. Так, где будет выложено? Елен, я поделюсь записью в лидерском чате, и через ваших активных лидеров вы можете прослушать запись данного вебинара, либо всегда по традиции интересные темы я выкладываю на своем канале YouTube. Там тоже будет открытый доступ, вы можете прослушать вебинар в записи. Итак, говорим про групповой товарообъем. У нас есть… Ведет Олеся Сильнева. Все, не отвлекаюсь на чат, мысль теряется, поэтому давайте так. Все вопросы оставим. Я оставлю прям буквально несколько минут на ответ на вопросы, и вот такие технические моменты по поводу записи, кто ведет. Я отвечу вам в конце. Договорились? Все, благодарю за понимание. Итак, степ-ап-бонус, да, наши с вами ступеньки. И на следующем слайде, смотрите, видно, что можно как людям показывать выгоду. Если вы показываете новичку вот эту вот лестницу нашу карьерную, там 6%, 9, 12, 17, 20, 25 и 28, а новичок, который еще в принципе не понимает вот этих привилегий в виде процентов, товаровного оборота, он не понимает цифр, и для него, что просто, да, я человек, либо 6%, ну, это ничего не говорит. Соответственно, для наглядности есть слайд, в котором переведен примерный товарооборот на 6%, это 40 тысяч рублей товарного оборота по команде. Если ваша структура покупает продукции на 40 тысяч рублей в партнерских ценах, то ваш бонус, степ-ап-бонус, составит примерно от 5 до 10 тысяч рублей. Это будет соответствовать 6% по нашему маркетинг-плану. Если ваш товарный оборот составляет 120 тысяч рублей, ваш доход примерно, опять же, примерно, все будет зависеть от вашей ширины, будет составлять от 10 до 15 тысяч рублей. Это именно степ-ап-бонуса за создание группового товарооборота. Это будет соответствовать квалификации 9%. Если ваш товарооборот будет соответствовать от 200 тысяч рублей и выше, то вы сможете получить бонус от 15 до 25 тысяч рублей. При товарообороте от 400 тысяч рублей, а это уже квалификация 17%, для вас я это говорю, потому что вы партнеры компании Армель, и вы уже понимаете цифры, то ваш доход будет от 30 до 40 тысяч рублей, а это уже выше среднестатистической цифры по зарплатам в наших регионах. Согласны с этим? Дальше идет квалификация 20% этого товарооборота от 600 тысяч по команде, и вы уже можете получать от 60 рублей. при 25% это бонус уже от 100 тысяч рублей и выше, и при квалификации 28% вы можете уже получать доход в 200 тысяч рублей. И это на самом деле не мечта, это реальность. Здесь все, в принципе, зависит от вашего темпа, который вы берете, от тех действий, которые вы делаете, но каким бы темпом вы не развивались, если вы делаете определенные правильные действия, о которых мы сегодня говорим и будем говорить еще дальше, соответственно, рано или поздно вы все равно выйдете на этот чек. И вот в предыдущем слайде есть скриншот партнера, где вы видите, что вот как раз таки степо-бонус составляет 85 тысяч, и партнер на квалификации как раз таки 25% имеет чек больше 100 тысяч рублей. Напишите, пожалуйста, в чате, кого, какая цифра на сегодняшний день мотивирует. Просьба в чате не писать каких-либо ссылок на ваши профили. Давайте соблюдать этику в компании. У нас обучающий вебинар в рамках компании Армель. Обучающая система, где мы не пиарим себя. Договорились? Так, нас мотивирует 200 тысяч, Людмила написала, Надежда 100 тысяч, Ольга 60 тысяч, Светлана написала по максимуму. Светлана, вот до тех пор, когда у вас не будет конкретной цифры, ваш доход не будет максимальным, я бы так сказала. Это не в обиду, но концентрация нужна. Максимум понятие очень обширное. у меня на днях в офисе был партнер с параллельной структурой, который сказал, я могу теперь себе позволить из Армель купить многое, потому что я знаю, какую стала зарплату получать на работе, на основной. Какую, спросила я, 30 тысяч рублей. Понимаете, для меня сегодня 30 тысяч рублей это абсолютная не мотивация. если бы, ой, не приведи, господи, мой чек упал до 30 тысяч рублей, я бы находилась в трансе, в шоке, я бы срочно понимала, что мне нужно выбираться из этой ямы, понимаете, а для кого-то сегодня 30 тысяч рублей это круто, это вау. Почему я делаю акцент на этом, потому что все мы разные, и кому-то сегодня не хватает на порш, да, а кому-то на хлеб с маслом, поэтому мотивация будет для всех разная. Для этого, опять же, в нашем аркетском плане есть разные бонусы, разные квалификации и, соответственно, разные чеки. Мне очень радостно видеть, что вас мотивируют большие цифры, а, соответственно, в чате собрались активные партнеры, даже я бы сказала, не активные партнеры, а лидеры, да, потому что чеки в 300 тысяч, в 150, в 100, это уже лидерские квалификации. И в связи с этим я вам обещала, что мы сегодня с вами рассмотрим именно на чем же нужно концентрироваться, да, чтобы наш маркетинг-план стал для каждого партнера эффективным. Соответственно, мне очень нравятся такие квалификации, они уже называются каменные, да, как сапфировый мастер, изумрудный мастер и бриллиантный. Я бы сказала, что для тех людей, которые приходят в бизнес, вернее, как, бизнес начинается именно вот с этих мастерских квалификаций и вовсе не потому, что сегодня я нахожусь в этой квалификации. По опыту я вам скажу, что этот бизнес я начала понимать и ощущать, как именно стиль жизни, да, именно квалификации 28 и выше. Это произошло, потому что появилось видение, появилось понимание, появился опыт и это все работает в совокупе. Поэтому, если сегодня вы, либо ваши партнеры приходят в бизнес именно на результат, я рекомендую ставить фокус именно на квалификации сапфировый мастер, именно на этой квалификации. То есть, смотрите, что такое сапфировый мастер? Это три человека, которые делают 4000 баллов. 4000 баллов это квалификация 17%. Поэтому, я могу с уверенностью вам сегодня сказать, что 17% это стартовая квалификация в бизнесе. Вообще, если ваши люди приходят именно делать бизнес, то ваша задача спланировать в ближайшее время закрыть с этим партнером 17%. Не 6, не 9, не 12, а именно 17. Когда мы достигнем этой квалификации, все зависит от темпа, который мы выберем сами. Есть масса примеров, когда партнеры сегодня закрывают эту квалификацию за месяц. Кто-то закрывает за полгода, кто-то за месяц, кто-то за два, кто-то за три, но наша с вами задача рассчитать именно эту квалификацию и постараться ее достичь в ближайшее время. Поэтому, если мы говорим о концентрации, об эффективности, мы сегодня будем говорить о 17%. И на этом слайде, давайте на нем немножечко подробнее остановимся, для того, чтобы понимать, на каких моментах нужно сфокусироваться. 17% это товарный оборот от 4 тысяч баллов. Давайте с вами примерно представим, что такое 4 тысячи баллов. Это может быть разное количество веток, но вот здесь пример, что ваш личный товар оборот 100 баллов. Первая ветка, допустим, закрывает 9% товарным оборотом 1400 баллов. Вторая ветка это 6 баллов, 6 процентов, третья ветка 6 процентов, четвертая ветка 6 процентов. И кто-то, да, кто сделает товарный оборот меньше 400 баллов. вот. Соответственно, вы понимаете, что 17 процентов можно делать уже в принципе с по 100 человеками, да, которые делают 40 баллов, а это именно, допустим, ну, аромапак. Скажите, это реальная цифра иметь в своей структуре 100 лояльных потребителей, которые делают по 40 баллов личной активности. Так. Да, реально. Конечно. Поэтому смотрите, когда мы видим с вами наглядно, да, что есть вы и партнеры, которые делают квалификацию 17 процентов, а что такое 17 процентов? Да, это несколько веток по 6, 9, 12 процентов. А что такое 6 процентов? Это 4 человека, которые делают 100 баллов. Часть продукции мы потребляем сами, допустим, нам 50 баллов мы продаем, мы получаем 5600 рублей это прибыль в продаж плюс кэшбэк и что-то взяли себе в дом. Представляете, всего, всего 4 человека, которые запущены вот по этой правильной системе. Пользуюсь сам, чуть-чуть рекомендую, получаю быстрые деньги здесь, сегодня, и сейчас, получаю кэшбэк и быстро расту в квалификации. Ребят, как вам такая стратегия? Как вам такой план? Когда мы запускаемся на 100 личных баллов правильными действиями и просто включаем вот эту дубликацию в себе в команду, всего 40 человек, 40 человек по 100 баллов, да? И это уже квалификация 17%. Делаем такие три ветки и сапфировый мастер стабильно чеком 200 тысяч рублей и выше. Класс, супер, да, конечно, мне нравятся, друзья, ваши эмоции. С этим понятно? То есть смотрите, так, сейчас, секунду посмотрю, смотрите, план это хорошо, видим ли, как это сделать, это тоже шикарно. Сегодня, сейчас каждый из вас это просчитает, моя рекомендация обратиться к вашим наставникам, да, чтобы они тоже были в курсе, что вы делаете эту квалификацию, либо смогли вам помочь, если возникнут какие-то сложности, но чтобы эти планы реализовали, надо следовать своду нескольких правил, не бывает системы без четких правил, согласны? И готовясь к сегодняшнему вебинару, анализируя свои действия, анализируя свой результат, я выделила три топ моих правил, это лично мои правила, они могут быть у вас немножечко другие, пожалуйста, можете корректировать это, но сегодня я бы отметила, на чем же нужно концентрироваться, да, чтобы как раз-таки вот эта система начала правильно позиционировать. Конечно, первое, это позитивная составляющая, это ваше отношение к ситуации, все вы должны понимать, что сетевой маркетинг это в первую очередь бизнес, да, это процесс, который не бывает без каких-либо пробуксовок, не у всех все сразу будет получаться, не у всех все сразу гладко, люди сталкиваются с возражениями, с какими-то негативными моментами, и здесь наша задача как активных партнеров, как лидеров быть, конечно же, на позитиве. Помним о том, что есть ситуация, которая уже имеет место быть, и от того, какое отношение мы проявим к этой ситуации, зависит исход дальнейших действий. Соответственно, если мы не можем изменить ситуацию, мы всегда можем изменить отношение к этой ситуации где-то на убежденности, где-то на каких-то технических моментах мы можем объяснить партнеру в чем состоят какие-то процессы, но позитивная составляющая это залог успеха. Помните о том, что наш бизнес строится эмоциями. Если мы эмоционально, классно, красиво ведем за собой людей, естественно, правдиво, то эта эмоция дает нам результат. От этого результата вы, в свою очередь, получаете эмоции. И эта эмоция порождает уже следующий результат. И так, так, по цепочке. Следующий момент, это, конечно же, быть в центре события. Мы сегодня об этом тоже поговорим в конце. Это, конечно же, обучение. Опять же, анализируя свой результат в компании, я поймала себя на мысли, что я не пропустила ни одного ключевого события самого старта в компании октябрь 2016 года. И я это делала даже тогда, когда мне было очень тяжело, когда не было денег на дорогу, когда не было оставить детей, когда у меня болели родители и стоял выбор остаться в городе или поехать на запуск новой страны. Я всегда делала акцент на правильные действия, да, иногда усердств в своей семье. Вот, положа руку на всех, что я об этом говорю, но я всегда понимала, к чему приведут меня данные действия. Не пропустив ни одного события в компании, не было бы такого результата, не было бы понимания, не было бы концентрации на нужных моментах, не было бы убежденности, не было бы того, чего я имею сегодня, благодаря бизнесу компании Армы. Поэтому быть в центре событий очень-очень важно. Спасибо вам за отзыв, который я уже читаю в комментариях. И третий момент, это планомерная, стабильная работа каждый день. То есть вот тот план, который мы написали, спланировали, он должен осуществляться ежедневно, пусть понемножку, пусть по чуть-чуть, но каждый день. Вы должны понимать, что если мы ведем подсчет цифр, а именно чем мы занимаемся, статистикой, статистикой, цифрами, так вот, если мы ведем подсчет цифр, сколько было звонков, сколько состоялось встреч, то мы понимаем, что статистику обмануть нереально. Если мы проводим одну встречу в неделю или даже в месяц бывает и такое, то мы понимаем, что результата не будет. Это значит, что мы еще даже не начали, мы еще не прочувствовали этот бизнес, мы его не начали, мы даже слово бизнес не можем говорить. Или же возьмем другой вариант, что мы за день провели 10 встреч, а потом в течение недели не проводим ни одной, то мы здесь четко тоже понимаем, что результата не будет. Поэтому пусть это будет одна встреча, но каждый день, пусть это будет 5 звонков, но каждый день. Когда мы включаем вот эту систему от звонка, встреча, презентация, партнер, запуск партнера, то система начинает давать свои плоды. И даже если вы еще не имеете опыта в этом бизнесе, у вас заплетается язык, вот даже если говорить полный бред на встречах, то все равно сработает статистика, и у вас появятся первые партнеры, чего я вам искренне желаю. С этим понятно. Поставьте, пожалуйста, давайте семерки, семь это семья, коль уж мы заговорили о семье, супер, много семерок, значит, вы просто сейчас подхватили мою идею, услышали меня, ой, спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Так вот, на чем мы концентрируемся, да, мы концентрируемся на правильном плане, а это именно квалификация 17%, мы учитываем, допустим, топ свод правил, да, которые для этого нужны, и, конечно, мы в ближайшее время можем с вами попасть на тот самый центр событий, о котором я говорила в предыдущем слайде, это, конечно же, саммит мастеров 2020. Кто уже приобрел билет, вы можете поставить цифру 100, кто еще не приобрел, но будет, поставьте десятки, кто под сомнениями вообще, а стоит ли приобретать, и вообще, я не знаю, что такое саммит мастеров, поставьте, пожалуйста, единицу, если есть в чате такие, я вам сейчас ежесекундно, ежеминутно объясню, почему вам нужно быть на данном событии, пожалуйста, сделайте это честно, если есть люди в чате, которые не понимают необходимости, зачем быть на саммите мастеров, или думают, вот начну деньги зарабатывать, тогда поеду, поставьте, пожалуйста, единицы, Оля, спасибо вам за честность, за искренность, Юля, аналогично, смотрите, для чего нам нужно быть на саммитах мастеров, во-первых, саммиты мастеров, это не какое-то воодушевляющее мероприятие, вернее, как, оно, конечно же, воодушевляющее, вы там получите эмоции, потому что там будут люди, которые уже получают результат, получили результат, это будут ваши единомышленники, когда у вас появляется результат быстрее, когда вы работаете в коллективе с единомышленниками, или, например, вы работаете педагогом, но попали в атмосферу врачей, и они говорят, что медицина это классно, а педагогика, ну, нет, там не заработать много денег, конечно же, когда вы варитесь в атмосфере единомышленников, когда вы просаливаетесь, да, в одном рассоле, так вот, вам нужно стать соленым огурцом, чтобы понять этот бизнес, и как раз-таки саммит мастеров это та среда, которая поможет вам из свежего огурца стать соленым, люблю я примеры, поэтому привожу их всегда наглядные, потому что считаю, что вы можете не запомнить какие-то слова, но вот этот пример свежий огурец и соленый могут преследовать вас на протяжении следующего месяца, и вы примете правильное решение и приобретете билет на саммит. Смотрите, во-первых, это атмосфера, да, но бывают у нас мероприятия именно воодушевляющие, такие как премиумы, это праздники, да, а бывают мероприятия обучающие, так вот, саммиты это обучающие мероприятия, на которых вы не просто просаливаетесь, вы получаете знания, и за два дня вы получите такую систему под ключ, когда вы возвращаетесь в свои города и вы четко понимаете, что компания Армель это потрясающий бизнес-инструмент, который сегодня поможет мне изменить мою финансовую ситуацию. Кроме того, вы не просто понимаете, что это компания, которая помогает вам реализовать ваши мечты и планы, вы четко понимаете, как и каким образом она это делает, вы четко понимаете, что нужно делать, у вас есть четкий алгоритм действий, у вас есть ключ, который вы повернули и завели в ваш автомобиль, осталось сесть и поехать, и соответственно у вас появляется убежденность, потому что когда вы возвращаетесь в свои города, вас встречают люди, которые говорят, о, сетевой маркетинг, это не работает, или это не мое, ой, ваши флаконы не пахнут, а наши флаконы лучше, а наш маркетинг лучше и так далее и тому подобное, но у вас есть четкое понимание, у вас есть видение, у вас есть убежденность, и вы можете людям адекватно дать ответы, и тогда, тогда вы появляете, у вас появляются в ваших структурах те самые единомышленники, которыми вы будете делать ваши квалификации от 17% и выше, понимаете? ребят, те, кто поставил вот Оля и еще кто-то в чате писал единички, у вас сейчас немножечко провалился жетон, вы можете хотя бы написать уже десяточку? Да, это были потрясающие два дня, любой станет это потрясающие два дня, рекомендую, о, супер, вот, супер, девчонки написали десятки, значит, я понимаю, что на сегодняшний день отчасти моя миссия выполнена, я передала вам то видение, убежденность и часть знаний, которые вам помогут применять правильные решения. Планируйте эти дни, да, это 28-29 марта, уже следующий месяц саммит мастеров Алматы, 4-5 апреля это Ташкент, 18-19 апреля это Екатеринбург и моя семья будет там, до встречи, друзья, в Екатеринбурге, 25-26 апреля это Краснояр и 2-3 мая это Москва. Планируйте на день раньше приехать, ибо на день позже, потому что всегда хочется в новом городе пообщаться, погулять, информация должна устаканиться, принимайте правильное решение, покупайте билет уже сегодня и ура, до встречи на саммитах мастеров. Спасибо, что сегодня были со мной, спасибо за вашу активность и до встречи на следующих школах, уже во вторник состоится презентация от компании Армель, по четвергам это бизнес-курс, курс-запуск и, конечно, ближайший месяц это саммит мастеров. Всем спасибо, всем пока.